покажу кпд-переобразователь вот на этом будет показываться кпд потребляемые от сети а на этом будет потребляемые лампами кпд на выходе нагрузки то есть мощность сперва потребляет как 13 вот на ламп начну с нуля на нуле потребляет 18 ватт поверфактор 40 процентов на холостом ходу на выходе 40 вольт и 72 сотых 0 ампер вкручиваем выходе 40 вольт 58 и 0 26 ампер мощность 10 5 ватт на входе 13 2 ватта и поверфактор 65 кпд тут где-то семьдесят три процента несколько теперь вкручу 1 2 2 вторую 40 и 50 вольт 26 ватт потребление и 0 51 ампер и потребление цити 24 7 ватта и 68 поверфактор процентов вкручу 3 на выходе уже 37 и 38 вольт идет уже просадка по напряжению уже срабатывает защита потоку защита в общем срабатывает и 0 72 ампер и 227 ватт потребление а тут 37 и 8 ватт на на входе и 67 поверфактор 37 и 927 и 2 ну потом трансформатор нагревается и мощность немножко подрастает вкручу еще одну лампу напряжение уже 31 31 вольт 0 89 ампер 27 и 6 ватт но на выходе на эти 7 и 5 ватт на входе 32 и 3 ватт но тут кпд сами можете посчитать и попробую еще 1 как то подащи касс нужно поделить вот эту выходную цифру на входную цифру и получится подащи кпд 28 и 2 33 и 3 вот 0 84 процента кпд 28 и 6 4 28 и там тоже подросл 67 паерфактор вот можете посчитать 94 ампер 94 ампера тут мощность все растет потому что сердечник трансформатор феррит вот этот нагревается и его тогда вырастает проницаемость и ширина импульса увеличивается все потому что тогда все позже начинается срабатывать этот резистор тока и тогда увеличивается мощность вот этот токовый резистор он отслеживает токи и от него срабатывает защита потоку по входному току вот тут потоку тут поэтому тут даже короткое замыкание если сделать все равно не будет ничего не сгорит потому что вот тут есть защита потоку по входному току вот здесь тут что это мы Продолжение следует...